Добрый день! У микрофона Виталий Дымарский. Я думаю, что многие удивятся, наверное, что сегодня моим собеседником является не какой-нибудь там политик или политолог, что обычно бывает в моих эфирах, а врач. Вы не поверите, врач. Я считаю, что просто журналист, он 24 часа в сутки журналист. И когда он сталкивается с какой-то проблемой, темой интересной, которая может быть интересна его аудитории, он должен ею заняться хотя бы на коротке, не обращая внимания на свою специализацию. И вот сегодня такой случай. Сегодня такой случай. Я, во-первых, с удовольствием вам сейчас хочу представить свою сегодняшнюю гостю, собеседницу, хотя мы в виртуальной студии. Это израильский врач Анна Глухов. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Добрый день. Здравствуйте. Анна Глухов, израильский врач, врач-практикующий, врач семейной медицины. И на этот разговор меня вот что подвигло. Я здесь, значит, услышал, как наш президент, значит, как всегда Россия должна быть впереди планеты всей, заявил во всеуслышание, что Россия, здравоохранение намного лучше, чем на Западе, и намного лучше справилась, в частности, с коронавирусом. Дальше больше, естественно. Дальше я на одном из федеральных каналов услышал людей, на котором поручено развивать мысли президента. Они, значит, я такую услышал фразу. Нет, ну хорошо, но на Западе, да, там хорошая медицина, но она же только для богатых. А у нас в России, у нас для всех. Вот это меня задело, поскольку я бывал пациентом не только российской медицины, ну, было бы странно, даже до этого возраста, не быть пациентом. Вот. Не только российской, но и западной медицины, и немецкой, и вот израильской. И мне просто захотелось поговорить с врачом, который знает, как это все происходит на практике, что такое вот медицина, ну, в данном случае в Израиле. Вот извините меня за такое длинное вступление, но мне надо было объясниться. Анна, давайте первый вам вопрос. Вот насколько качество медицинских услуг, оказываемых вами и вашими коллегами, зависит от размера кошелька пациента? Вы знаете, оно не зависит, причем не зависит абсолютно. В Израиле есть такое понятие, как обязательное медицинское страхование. То есть абсолютно все, и люди, которые работают, и люди, которые очень бедные, которые получают пособие, какой-то процент идет отчисления на налоги на здравоохранение. То есть этот налог зависит от зарплаты и от дохода. Это все идет в службу социального страхования, которая абсолютно независима ни от поликлиник, ни от больниц. Окей? Теперь в Израиле медицинское обслуживание доступно 100% населения, не 99,9%, а государственная медицина охватывает 100% такой некий, скажем, в лучшем виде социализм. Я не знаю, каким образом существует это в других странах, говорит западная медицина для бедных или для богатых, но в Израиле медицина, она доступна абсолютно всем. Это страховая медицина, это система страховой медицины, она же в Израиле примерно такая же, как в других странах Запада. Не совсем. Есть какие-то нюансы. Страховых компаний, то есть страхуют людей как бы целиком государство. И государство в поликлинике, то есть в Израиле есть сеть поликлиник, это четыре очень похожие к инкулирующей между собой сети поликлиник, в которых примерно обслуживание одно и то же, кроме каких-то маленьких нюансов. И все эти поликлиники от государства получают денег ровно столько, какое количество людей они обслуживают. То есть человек, который платит налоги доллар, сто долларов, тысячу долларов или миллион долларов в год, за него поликлиника, за каждого человека получает абсолютно одну и ту же сумму. Поэтому, когда ко мне приходит человек, он приходит с карточкой больного, магнитной карточкой, и все находятся абсолютно в равных условиях. У меня вопрос. Как я понимаю, в России примерно такая же система. Есть тоже бесплатная, что называют, бесплатная для человека, карточка, по которой ты можешь тоже прийти в поликлинику, тебя обслужат и так далее. Это бесплатная медицина, как считают у нас люди. Тогда в чем, почему такая разница в качестве услуг медицинских? За счет чего? За счет того, что на каждого больного просто выделяется больше денег государству? Или это подготовка врачей? Вы же заканчивали медицинское образование, вы же получили не в Израиле, правильно? Вы мне рассказывали на Дальнем Востоке, потом в Киеве. То есть вы... То есть наше образование, что оно хуже израильского? Это от врачей зависит? Или это просто элементарно от финансирования здравоохранения? Вы знаете, базовое образование на постсоветском пространстве в Украине, в России, для тех, кто хотел учиться, базовые знания очень и очень хорошие. Когда я пришла здесь на стаж, и в общем-то я очень любила кардиологию, я училась у Екатерины Николаевны Амосовой, которая дочка академика Амосовой, известная, которую знают все. Я училась кардиологию по ее книгам, и в общем-то очень это любила. И когда я оказалась на стаже, будучи молодым врачом в израильской больнице, то мои знания абсолютно не уступали знаниям студентов, молодых врачей, которые заканчивали в Израиле или в Америке. То есть в России кто хотел учиться, знания есть. Конечно, специализацию, которую проходит здесь врач, специализация, наверное, более серьезная. То есть здесь специализация проходит примерно по американскому образцу. То есть врач, который получает специализацию, он получает ее в течение пяти лет. То есть пять лет он является молодым специалистом, если это специализация в больнице. Уже имеет диплом. Уже имеет диплом. Уже имеет диплом. Если это специализация в больнице, значит он прикреплен к старшим врачам, к профессоре, который фактически каждый день его обучает. То есть он ведет своих больных, но все-таки он является врачом, которого должны обучать. И в конце этого пятилетнего этапа происходят два экзамена. Первый экзамен письменный и для того, кто его сдает. Второй экзамен устный – это четыре часа в четыре пункта, каждый из которых пять-шесть врачей принимают у тебя практически экзамен. То есть обучение врачей, скажем, постдипломное обучение, оно очень и очень серьезное. То есть врачом человек становится где-то под 30 лет? Ну, дипломированный врачом-специалистом – да. Ну да, вот уже специализация, да. Моя специализация по семейной медицине, она тоже включала пять лет, из которых полтора года я была в поликлинике с практикующим врачом с большим опытом. Год я была в терапии, полгода я была в детском отделении, полгода в хирургии, три месяца – это психиатрия, три месяца – по выбору. То есть это очень серьезная специализация. Это один раз в неделю обучение, слушание лекций, восемь часов подряд все эти пять лет. Это промежуточные экзамены каждый год, то есть это очень серьезная и серьезная подготовка, которую проходят все врачи. В Израиле, скажем так, ну больше 80% врачей, которые работают в поликлинике, они имеют специализацию семейного врача, то есть то, что прошла я. И иногда терапевты, которые проходят пятилетнюю специализацию терапевта в больнице. Если люди не хотят оставаться в больнице, хотят все-таки работать врачом в поликлинике, они происходят небольшое переучивание, и они работают в поликлиниках, но в основном эти врачи, которые еще пять лет специализировались после получения диплома. То есть качество врачебного медицинского образования, как вы говорите, на постсоветском пространстве, оно, в общем, более-менее приличное. Значит, недостаточное, видимо, постдипломное образование, как я понимаю, да? Ну и дальше, наверное, еще следующая проблема – это оборудование. Это то, на чем работает врач, собственно говоря. Здесь я вам могу сказать, наверное, то, что даже вы не знаете, поскольку я все-таки из России постоянно. Здесь какие-то усилия в последнее время есть, какие-то деньги вкладываются, появляется какая-то новая техника и так далее. Но такое впечатление, что это в основном по большим городам, по крупным городам. Конечно, мне кажется, что это качественно не доходит до, ну, как вы говорите, до каждого жителя. Может быть, потому что Россия слишком большая. Я не знаю, можно оправдываться там чем угодно. Но все-таки вот где та точка, на ваш взгляд, вот где расходится качество, где качество в Израиле, на Западе становится, когда медицина становится, здравоохранение становится качественным, и где недостаточно, как все-таки у нас жалоб очень много. Вы знаете, я считаю, один из моментов качественной медицины – это именно государственная система организации медицины. То есть, естественно, все знаменитые врачи, все заведующие отделением – это люди, которые тоже имеют частную практику, но нет ни одного ведущего врача, нет ни одного профессора, который бы не работал в государственной клинике. То есть, все израильские частные клиники – это что-то, что существует после обеда. Нет такого, чтобы ведущий хирург, ведущий кардиолог, ведущий специалист по нервным болезням, нейрохирург, чтобы у него была частная клиника, и он работал только там. Это не принято. То есть, любой человек, который доходит до определенной степени известности, профессор, который преподает в университете – это только люди, которые работают в государственных клиниках. То есть, базис медицины здесь – это государственные клиники, это государственные больницы, где врачи работают на полную ставку, которые являются центрами университета, где идет подготовка и следующего поколения врачей, и обучение. То есть, ни один уважающий себя врач, ни один уважающий профессор, он не может быть только в своей частной клинике, потому что это, скажем так, непрестижно. Для того, чтобы иметь имя, для того, чтобы иметь престиж, врач обязательно должен работать в государственной больнице, быть заведующим отделением и соответствовать лучшим мировым стандартам. Какой смысл тогда мне, гражданину, идти в частную клинику к профессору Икс, платить ему там какие-то деньги, если я могу к этому же профессору Икс попасть в поликлинике? Ну, во-первых, как во всем мире у нас существует, с одной стороны, понятие очередей. Иногда, чтобы попасть к одному специалисту, нужно ждать долго. Потом все-таки у нас не абсолютно, но относительно существует привязка больницы к территории. То есть, на севере у нас есть несколько больниц, на юге страны есть несколько больниц. И, как правило, то есть есть, так скажем, система округа. То есть, человек, который живет в северном округе, он имеет право обслуживаться в больницах северного округа. А если мы говорим, я не хочу, я не хочу общественную медицину, где все равно у врача есть нормы, сколько времени он сидит с пациентом, сколько времени он объясняет. Я, например, не хочу ждать несколько недель очередь, я хочу завтра. Или, наоборот, я не хочу ехать далеко, я хочу близко. Или я получил мнение одного врача, я хочу получить мнение другого. То для этого, для таких вот моментов, скажем, места, скорости, второе дополнительное мнение, для этого, естественно, существует тоже возможность частной медицины. Причем снова, это не абсолютно частная медицина с нуля, которая стоит миллионы. Все системы поликлиник, они имеют свои дополнительные медицинские страховки, когда за какую-то минимальную оплату вы имеете право три раза в год получить частную консультацию профессора за просто какое-то смешное личное участие, получить возможность прооперироваться частно, что я хочу выбрать именно не то отделение, где меня прооперируют, я хочу выбрать врача, который будет меня оперировать. То есть, когда мы говорим «медицина государственная», вы попадаете в отделение, вы знаете, кто завотделением, кто как бы строит политику отделения, политику операции, но вас будет оперировать тот врач, который работает сегодня. Опять же, это все специалисты очень высокого класса, но вы не можете выбрать конкретно фамилию доктора Иванов или доктора Петров. Если вы хотите именно специфического врача, то вы можете через дополнительную медицинскую страховку, тоже за очень небольшие деньги личного участия, выбрать себе личного врача, который прооперирует вас в частной клинике? Ну, более-менее, да, более-менее понятно и достаточно стройно и логично. Я все-таки, конечно, хочу добраться до той точки, почему у нас не хватает качества. Я все-таки думаю, что дело и в организации, и все-таки в финансировании. Видимо, государство более щедрое в Израиле, чем в России, я имею в виду по отношению к здравоохранению. Анна, такой вопрос, просто сегодня это невозможно обойти, тем более, что вы мне сказали, что вы изучали молекулярную биологию. Насколько вот эта пандемия проклятая, да, всеми проклятая, насколько она, с одной стороны, выявила какие-то недостатки, может быть, в системе здравоохранения, а с другой стороны, наоборот, показала, что это достаточно эффективно. Показала ли она какие-то узкие места, как говорят по-русски? Ну, во-первых, узкие места есть всегда во всей системе, а учитывая, что это система государственная, которая охватывает 100%, естественно, нам бы хотелось большее количество врачей на душу населения, нам бы хотелось большее количество времени, предоставленного для каждого больного в поликлинике, нам бы хотелось большее количество врачей в каждом отделении и большего количества коек. Это, естественно, это существует по всему миру. Плюсы нашей системы перед пандемией, в общем-то, то, что помогло Израилю быть первой страной, которая в таком количестве привила свое население, то есть мы при 9 миллионах населения уже 4 миллиона получила прививку. Мы страна, которая, ну скажем так, почти первая начала прививаться. Мы страна, которая в считанные дни дошла до цифр по 100 тысяч человек в день. В общем-то, маленькая страна, мы по размеру, ну, наверное, как две Москвы, не больше. Мы дошли до цифр прививок по 100 тысяч. Не хочу вас обижать, но по населению вы одна Москва. Одна Москва. Мы дошли до цифр 100 тысяч человек в день привитых. Это, в общем-то, благодаря тому, что, во-первых, у нас, еще раз, полностью система охватывает все абсолютно население, даже то население, которое живет на периферии. И еще один момент, не зная, не догадываясь о короне, скажем, 10-15 лет назад в области медицинского здравоохранения, особенно в поликлиниках, началось что-то, что я бы назвала тихой компьютерной революцией. То есть, когда я была еще молодым врачом, когда я начинала, особенно в отдаленных поликлиниках, где-то в отдаленных поселениях, в деревнях, еще было, что называется, старая врачебная школа, когда были, вот как это по-русски называется, карточки, да, вот зеленые карточки, которые стояли у врача на полке. И, скажем, постепенно 15 лет назад началась полная компьютеризация, то есть полная, то есть абсолютная все медицины, скажем, уже последние 15 лет нет ни одной поликлиники самой удаленной, где есть карточки, которые пишутся от руки. То есть, это все компьютерная система, причем не просто писать на компьютере, чтобы один врач мог прочитать почерк другого. Все компьютеризировано, все закодировано. Естественно, будучи молодым врачом, это тоже раздожало, вместо того, чтобы от руки написать сахарный диабет, я должна была искать код. То есть, все заболевания закодированы, лекарства закодированы, но благодаря этому во время эпидемии, если мы хотели знать, сколько людей у нас старше 65, которые болеют больше 10 лет диабетом, имеют заболевания сердца, то фактически нажатием одной кнопки на компьютере в течение нескольких часов можно было получить информацию по всей стране, включая поименные списки больных и их домашние телефоны. То есть, при каждой системе поликлиники, я вам тоже говорила, что в Израиле их 4, в каждой системе очень-очень серьезные отделы компьютеров и отделы медицинской статистики, которые помогают нам в ежедневной работе. То есть, например, каждый месяц я получаю списки больных, включая, опять же, имя, фамилию, отчество и телефон больного, больные диабетом, которые не сдавали анализы последние полгода, больные какими-то сердечными заболеваниями, которые перестали в аптеке покупать аспирин. То есть, вот до такого уровня доходит, что каждый лечащий врач, который учит от 1000 до 2000 людей, мы получаем ежемесячно, иногда еженедельно, все необходимые вещи, касающиеся анализа пациентов, вплоть до того, что если человек, опять же, у которого есть сахарный диабет, он раз в год не успел сдать анализ мочи, то каждый месяц мы получаем списки тех людей, которым нужно позвонить, позвать на анализ, люди, которые перестали ходить в аптеку и покупать лекарства, не то, что мы их выписываем, мы даже знаем, кто что покупает или нет. То есть, система доходит абсолютно, что касается превентивной медицины, то есть, вовремя лечить все хронические заболевания, вовремя делать анализы, вовремя сдавать все, что нужно, вовремя покупать лекарства. У нас есть обратная связь, которая доходит до уровня каждого индивидуального пациента. Это помогло при вакцинировании, конечно, пошел полный учет. В последние годы на эту систему уже есть разработки по, что называется, планирование на уровне искусственного интеллекта. То есть, искусственный компьютерный интеллект считывает данные всех больных и выявляет больных, у которых высокая степень риска на основании всех данных, включая сколько таблеток он принимает, какие у него анализы, сколько раз в последнее время он облатился в приемный покой, сколько он раз был госпитализирован и какие диагнозы у него были. И поэтому это, естественно, помогает в работе. Мы доходим до каждого пациента и делаем максимум из того, что сегодня превентивная медицина, профилактика болезни мировая может предложить больному. Понятно. Спасибо, Анна. А вот еще такой вопрос, поскольку вы упомянули лекарства, но лекарства все платные, да, даже на выписанные рецепты. Лекарства субсидированные. Субсидированные, опять же, по нашим деньгам, субсидированные лекарства достигают, ну, действительно, каких-то очень малых сумм. Ну, скажем, упаковка лекарств может стоить как один или две баночки творога. Лекарства, которые дорогие. Есть так называемая медицинская корзина, которая покрывает больше, чем 90%. Для дорогих лекарств нужно, то есть не каждый врач может, подмахнув, выписать больному лекарство, которое стоит тысячи, иногда сотни долларов. Для этого нужно разрешение. То есть есть комиссия, которая смотрит по необходимым параметрам оправданность дачи лекарства. И если человек попадает в ту группу, которым это лекарство действительно нужно, а не потому, что хочет, и не потому, что он в газете прочитал, то в течение трех-четырех дней он получает разрешение и покупает это лекарство за очень маленькую сумму. Кроме того, для людей очень больных, которые покупают много лекарств, есть так называемый потолок. Если в течение четырех месяцев человек покупает лекарство и переходит в какую-то сумму, опять же, мы говорим, суммы реальные. Там столько, сколько стоит на четырех человек покушать в хорошем ресторане. Если человек переходит за эту сумму, то все остальное в течение четырех месяцев он получит бесплатно. Естественно, что касается очень дорогих лекарств. Скажем, онкологические больные. Это покрывает государство. Скажем то, что последние несколько лет в Израиле дается лекарство от гепатита С. Это фактически цена, которая примерно курс лечения до полного избавления от гепатита составляет примерно полмиллиона шекелей. То есть это тоже платит государство. Фактически все серьезные болезни и серьезные лекарства, которые очень дороги для часто встречающихся болезней, то человек платит за них какие-то минимальные личные участия. Очень мало времени остается. Но я очень хочу вам задать этот вопрос, поскольку я видел, как вы на русскоязычном канале здесь в Израиле выступали по этому поводу. Нужно вакцинироваться? Абсолютно. Смотрите, те цифры, которые мы имеем, коронавирус, просто давайте посчитаем. Те цифры, которые есть даже при нашей медицине, даже при нашей профилактике, при том, что есть прививки, это тысячи людей каждый день. И корона никуда не уходит. Если мы умножим 365 дней в году на количество больных, так или иначе мы с короной встретимся. Поэтому лучше встретиться с проверенной и изученной прививкой, чем встретиться с болезнью, полный ход которой мы не знаем и не понимаем. Болезнь, которая может быть смертельная, болезнь, которая может привести к необратимым изменениям организма и лечить которую мы не можем. Поэтому лучше встретиться все-таки с короной в виде прививки, чем в виде болезни. Ну да. А можно сказать, что эти короны в виде прививки, что сама прививка, что это уже тоже проверено? Смотрите, во-первых, те количество людей, которые участвовали в третьей фазе прививки, когда она изучалась до того, как прививка получила разрешение, оно сравнимо абсолютно с тем же количеством людей, которые участвовали в опыте в третьей фазе всех других прививок, которые получают и взрослые, и даже груднички. Это во-первых. Потом на сегодня в Израиле привито уже 4 миллиона. И среди привитых людей больных крайне мало, тяжело больных вообще нет. Поэтому мы видим, что прививка работает. И учитывая, что мы начали прививать самое старшее население и самое больное, то есть бабушки и дедушки, которым 90 и 100, они были привиты еще в декабре и январе, а сегодня мы видим, как люди себя чувствуют. Поэтому мы можем говорить и о безопасности тоже. Мы вам верим, Анна. Я думаю, что и наши слушатели и зрители тоже вам поверят. Спасибо большое. Это была Анна Глухов, израильский врач, которая нам рассказала о том, как действует система здравоохранения в этой стране. У микрофона был Виталий Демарский. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok